Монумент Победы 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 Вся эта территория была выжжена бомбами осенью 42-го, но уже в 43-м, в разгар войны, горожане расчистили место пожарища, чтобы посадить деревья и заложить основу того, что сегодня мы знаем как Сквер Победы. Признанием вклада всех северян в Победу стало присвоение Архангельску звание «Город воинской славы». В 2011 году на набережной была установлена соответствующая стелла. Из четырех барельефов стелла два посвящены Великой Отечественной войне. На одном из них мы видим машину и железнодорожный состав, груженный лесом. Свыше трех миллионов кубометров пиломатериалов город дал стране и фронту. Более 800 тысяч отправились на судах страны-союзницы, в основном в качестве платы по кредитам. На другом барельефе мы видим корабли, подвершиеся бомбардировке. Это тоже отсылка к северным конвоям. В центре ледокольный пароход Александр Сибиряков. Он прославился еще в 1932 году, когда первым за одну навигацию прошел северный морской путь. Летом 1941-го его включили в состав Беломорской военной флотилии, штаб-квартира которой находилась вот здесь, через дорогу. 25 августа 1942-го в Карском море ледокол наткнулся на знаменитый немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шейр», который вел поиск союзнических караванов в рамках операции «Вундерланд». Судно и экипаж были обречены. Немногие уцелели, немногие вернулись из немецкого плена. Подобных стелл в нашей стране более 40. Отличительной особенностью этой являются не только сюжеты на прельефах. Она украшена символическими носовыми частями корабля, в знак того, что Архангельск считается еще и городом морской славы России.